На 49 предприятиях Жамбулского района частично, а местами полностью приостановлен рабочий процесс. Проблемы у всех разные, пути решения найти по сей день не удалось. Кроме того, остается нерешенным вопрос освоения земель сельхозназначения. Ответственные лица на местах не способны самостоятельно справиться с ситуацией. Каждый перекладывает ответственность на другого. На сей раз уйти от прямого ответа не удалось. В районе с рабочим визитом побывал глава региона Аскар Марзахметов. О поручениях Акима области и грядущих в районе переменах расскажем в сюжете. Поездку в Жамбулский район глава области Аскар Марзахметов начал с ознакомления с социально-экономическим положением дел в аулах и населенных пунктах. Подробно расспросил, как живут люди, какие проблемы волнуют жамбулцев прежде всего. Следующим на повестке дня стало состояние реки Талас и ее отводных каналов. Ежегодно жители села Козыл-Кайнар встречают первые весенние деньки в резиновых сапогах и с ведрами, выходя на борьбу с разливом отдельных участков местной реки. О подготовке к паводкам и укреплении берегов главе региона доложили ответственные специалисты. Этот вопрос будет на особом контроле, подчеркнул Аким области. Далее делегация направилась на жамбулский мясокомбинат и на территории местных сельхозкооперативов. Их число должно только увеличиваться, поручил Аскар Марзахметов и направился осматривать учреждения образования. Итоги своей рабочей поездки глава региона подвел в ходе заседания актива района. На повестку дня были вынесены ряд недоработок. А именно, в прошлом году на 2000 гектарах посадили сахарную свеклу. Только реализовать удалось лишь 37%. Остальную партию сахарные заводы так и не выкупили. В чем же причина такой ситуации? Внятного ответа добиться не удалось. Возможно, они тоже не освоены. Может, это приписка? Кто это проверял? Все субсидии были выплачены. Тогда что было сделано с посаженной свеклой? Если они не продали ее на сахарный завод, не дома же ее хранили? У многих просто нет опыта. Кроме того, чего скрывать. Свекла не дошла до кондиции. Поэтому не было выбора. Скормили все животным. Не хватает в районе, как выяснилось, квалифицированных медиков и врачей высшей категории. Да и обеспечение интернетом в медицинских учреждениях хромает. По Жамбулскому району доля врачей, имеющих категорию, составляет немногим более 21%. Конечно, это очень низкий показатель, что, несомненно, влияет на весь процесс работы. В то же время в 10 населенных пунктах нерешенным остается вопрос с подключением к сети интернет. Нет технических возможностей. Не лучшим образом обстоят дела и в промышленной сфере. По словам руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, 49 объектов предпринимательства частично, а кое-где и полностью прекратили свою деятельность. Здесь Акимат район должен проделывать очень большую работу и двигаться, скажем так, совместно с руководителями данных предприятий, для того, чтобы выстроить план действий, потому что и предприятию с его стороны виднее, что он должен как. Но при этом Акимат не должен снимать с себя ответственности в части помощи и именно аналитической базы, которая у него есть. Несмотря на то, что Жамбылский район граничит с областным центром, нерешенных вопросов здесь достаточно. Есть серьезные недоработки в земельной сфере. Без конкурса, незаконно они кому-то отдают, затем приватизируют в течение месяца. Сейчас мы судимся. Риналь Рахматуллин, Галымжан Ясенбаев, Служба новостей.